Дякую. Добрый вечер. Есть вещи, которые мы все, в принципе, знаем. Наверное, такое слово, как «собственность», тоже вы все в своем лексиконе употребляете. Но зачастую мы, может быть, не придаем этому значения. Если мы не специалисты, не экономисты, у нас, возможно, об этом даже какое-то ложное представление. В итоге такие представления зачастую становятся корнем больших проблем. То есть люди голосуют на выборах за политиков, которые, скажем так, не очень ответственны. Они предлагают им рай, быстро, дешево и всем. В итоге мы получаем примерно то же самое, только ад. Это довольно большая проблема. Поэтому люди, которые верят в определенные идеи, мы называем эти идеи либеральными, то есть идеями для свободного общества, они хотят ими поделиться. Поэтому я тоже хочу сегодня рассказать немного о собственности, о том, как это связано в целом с развитием экономики, с нашим благосостоянием. Я хочу сказать, что многие вещи, которые вы услышите, возможно, вам покажутся очень элементарными, банальными даже. Но чтобы мы правильно подошли к более каким-то тонким вещам, все-таки я хотел бы их повторить. Ну и первый вопрос вам самим. Что такое собственность? Как вы это понимаете? Мы с вами понимаем, это одинаково или по-разному? Кто хотел бы сказать простыми, не книжными, не научными словами? Кто-то показал назад. Это значит там знание или вы про себя? Так, давайте. Пожалуйста. Ну а это то, что ты приобрел в средстве своего труда или обмена? Так, хорошо, интересная мысль. Пожалуйста. Очень-очень хорошо. Есть еще мнение? Любые, не обязательно сформулированные красиво. Продукт труда. Хорошо. Давайте посмотрим, что я вам предложу. В первую очередь, собственность — это некое право. Это не просто сама вещь, это право по отношению к этой вещи. Право распоряжаться у человека, группы людей, не имеет значения. Вещью. И эта вещь не обязательно может быть физическим предметом. То есть, ну, такое словосочетание, как интеллектуальная собственность, наверное, вы все слышали. Это тоже собственность, но она не физическая, неосязаемая. Мы не можем ее пощупать. Но фактически набор прав по отношению к ней такой же. То есть, собственность — это, в первую очередь, не сама вещь, а право по отношению к этой вещи распоряжаться ей. А право с другой. Какие именно права? То есть, мы говорим «право». На самом деле, это целый пакет прав. Есть у вас предположения, какие могут быть именно это права? Любые. Классный ответ. Но на самом деле, он классный, но не поясняющий, какие конкретно. Владение. Отлично. Отлично. От обычной собственности тоже может получать доход, поверьте мне. Спросите у наших олигархов. Отлично. И уничтожать в том числе. Вы перечислили, все, мне нечего делать. Но все-таки повторю. То есть, это право распоряжаться вещью и любым образом ее изменить. В том числе, уничтожать. Это некое исключительное право, что мы можем вещью, на которой у нас есть право собственности, распорядиться даже таким деструктивным образом. Не проблема. Она наша. Присваивать доходы от распоряжения вещью. Чем отличается ситуация, когда я не являюсь собственником? Да, есть варианты там субаренда, разные-разные другие. Но в целом, именно собственность дает мне право распоряжаться и таким образом, чтобы зарабатывать на ней. Право передавать третьим лицам. Ну и тут куча вариантов. То есть, подарить, продать, оставить в залог. В банк. Кто из вас кредит получал? Есть такие храбрые люди? Вы отдали? Отлично. У вас есть с чем поздравить. Собственность, как правило, является очень важным элементом для того, чтобы вы могли получить кредит. Ну и в будущем, если у вас будут проблемы с его возвратом, эта собственность хотя бы позволит вам рассчитаться. И какие элементы частной собственности есть? Во-первых, это исключительность права. То есть, настоящая частная собственность – это не частичное право. То есть, распоряжаться, но не совсем. Подарить, но наполовину. Это исключительность права, которая позволяет вам полностью принимать решения. Исключительность прав на эксплуатацию тоже. Ну и права на обмен. Как возникает собственность? Тоже интересный вопрос. Откуда она берется? Ну, давайте не будем религиозные теории трогать. Более такие приземленные. Какие у вас есть мнения? Вот с этой стороны есть мнения? Сделать, супер. Как это сказать более блатным словом? Произвести, можно сказать. Ну, сделать – это хорошее слово. Так. Что? Купить. Супер. Еще. Отлично. Обменять и купить – это совсем разные вещи или почти одно и то же? Почти это одно и то же. И то, и другое на самом деле обмен. В одном случае вещь на вещь, а в другом вещь на деньги. А вы что-то хотите сказать? Ну, смотрите. Но, в принципе, акт-то будет тот же самый. То есть это будет либо дар какой-то, либо еще что-то. Собственность наделяет государству. Ну, если вы хотите пояснить, то потом поясните. Да, всех бы наделяло собственностью государству. Было бы прикольно. Меня вот не наделяет. Скорее, обделяет. А, правом. А, не, не, речь идет о собственности как уже не… Как об объекте. Так. Брутально. Приватизировать – это не украсть. Имейте в виду, я надеюсь, что здесь разница. Да. Подарок, ну, замечательно. Ну, в любом случае есть, смотрите, какие пути. Путь присвоения. Наверное, украсть – это тоже один из этих путей. Но мы имеем в виду более такие классические методы присвоения. На самом деле вещь может не принадлежать никому. То есть права собственности на нее не заявлены никем. Например, растет дерево на девственном каком-то острове, который никому не принадлежит. И вы на этот остров попали в результате кораблекрушения или еще каким-то путем. Это дерево может быть вашим. Вы заявили на него права, другие не заявили. От добровольной передачи. Добровольная передача может быть разная. Вы можете продать, можете поменять, можете подарить. Не суть важная. Это разные подверстия одного и того же. Это передача. И, наконец, производство. Спасибо вам. Абсолютно правильно. Можно вещь сделать. То есть если у вас были, не знаю, опилки, и в итоге появился стол, право собственности на стол, по идее, ваше. В современном мире на самом деле тут государство не зря упомянули. По крайней мере природные ресурсы в большинстве абсолютном стран принадлежат государству. И оно их так или иначе дает в использовании, продает. Но контроль их использования осуществляется именно государством. На самом деле, конечно, мы не первые, кто об этом задумался. И не сто лет это произошло назад. Еще в античности и раньше эти вещи были популярны. Вот, например, видите, второе тысячелетие до нашей эры. Царь Вавилона формулировал, постигнувший на чужую частную собственность, в том числе на раба, тоже, видите, такой вид собственности был, карается обращением в рабство или смертной казни. О чем говорит такое высказывание, как вы думаете? Да, и уважаемо. То есть именно собственность как право признавалась в этой стране. То есть собственность не была никакой случайностью, собственность признавалась правом. Был, ну, не знаю, какой-то уже институт частной собственности в древнем Вавилоне. Позднее пример просто из средневековья Фома Аквинский говорит, собственность является бы основой хозяйства, и человек от природы имеет право, право на присвоение богатства. Отсюда собственность, приобретая для удовлетворения необходимых нужд, является естественным и необходимым инструментом человеческой жизни. То есть философы или цари видели это как естественный, справедливый, скажем, институт общественный право собственности. Свобода и собственность. Как по-вашему, ну, вещи вроде, не знаю, разные, наверное, как по-вашему они связаны? Ну, хорошо, вы связали просто два слова, а я имею в виду, как связаны эти два понятия. То есть, скажем так, собственность ограничивает свободу, даёт свободу, уничтожает свободу. Как они взаимодействуют, эти две вещи, как вы думаете? Да. То есть вы говорите, они взаимозависимы. Есть ещё версии? Ограничивает. Это очень распространённая точка зрения. Она не беспочвенна, то есть есть определённые для этого, скажем, предпосылки. Почему вы так думаете? То есть она ограничивает свободу именно потому, что мы не можем посягать на собственность других людей. То есть посягательство на чужое – это некий элемент свободы. Интересно. Давайте посмотрим дальше. Вы хотели сказать? Давайте. Собственность даёт свободу так, как у нас сам. Вы же на примере, что у нас такое тело, но с более-менее воспринимается свободу. Интересный вариант. Давайте разберёмся вообще, что такое свобода. Ну, когда мы говорим о двух вещах, надо понять, что означает одно, что другое. Про собственность мы более-менее так въехали, что это такое – право там распоряжаться чем-то, чем-то. Что такое свобода для вас? Нет ограничений. Ещё версии. Да. Возможность выбора. Так. Классно. Хорошо формулирует. Ну, на самом деле, конечно, вы тут все очень разумные ребята формулируете классно. Часто люди говорят гораздо проще. Они говорят, это право делать всё, что захочется. Вы согласны с таким вариантом? Нет. Ну, там многие согласны. Давайте всё-таки посмотрим на такую точку зрения. Как это логически развивается? Ну, вот то, что вы сказали, кстати, относится ко второму тезису – отсутствие принуждения обязательств. То есть мы смотрим на два таких варианта. Право делать всё, что хочется, отсутствие принуждения обязательств. В таком случае можно вот такой пример привести. Когда человек находится в состоянии свободного падения. Ну, выпрыгнул с самолёта. По идее, у него нет ни обязательств, нету принуждения, летит, выпрыгнул сам, наверное, не знаю, случайно. И делает, что хочет, наверное, в полёте. В чём проблема не может повлиять на свой печальный конец. На самом деле есть ещё другой пример, который нам позволит подойти поближе. Смотрите, два человека, ну, предположим, одинаковых два человека, схожих. Два родных брата-близнеца. Один из них является затворником. Ну, понимаете, человек, который добровольно не хочет покидать свой дом, ведёт затворнический образ жизни. А второй находится под домашним арестом. Дома тоже одинаковые. В чём разница в ситуациях? Ну, смотрите, в одном случае учил... Смотрите, оба не выходят из дома. Оба не выходят из дома. Есть что? Одного есть право. Право. Есть ещё одно слово? Какое? Один сам выбрал. Угу. Ну да, вот... Скажите другое слово, неправо. Отлично. Это слово «возможность». Так свобода, если так её в общем смысле сформулировать, это, в первую очередь, возможность. Давайте посмотрим дальше. Что такое собственность? Ну, собственность, на самом деле, это тоже возможность. То есть право, которое нам даёт принадлежность вот этой собственности, это и есть возможность. То есть распоряжаться чем-то, получать доход, достигать своих целей. Разве это не реализация возможностей? В принципе, реализация возможностей. Поэтому, на самом деле, заботы о собственности, они не сокращают реально нашу свободу, они скорее ведут к ней. То есть они позволяют нам её реализовать. В чём же проблема, ну, когда вы говорили вот о захвате чужой собственности и так далее? Собственность — это как медаль с двумя сторонами. Вещь, которая содержит ещё некое, не знаю, как это сказать, наверное, не отягощение, но всё-таки некое обязательство, которое идёт вместе с этой свободой. Что это по-вашему? Ответственность, супер. Вы очень хорошо знаете все необходимые слова. Действительно, это ответственность. Потому что ответственность — это та вещь, которая тоже находится в интересах собственника. Если вы хотите лучшим образом распорядиться своей собственностью, сохранить её для себя, для потомков, и более того, если вы хотите, чтобы с вами взаимодействовали другие люди тоже не на основе брутальных принципов отъёма, а как-то более-менее благородно, то включается принцип ответственности. Ну, тут есть ещё один такой прикол. Феномен золотой клетки. Вот, например, говорят, возможность и так далее, распоряжаться собственностью. Есть же такое понятие — золотая клетка. ну, я не знаю, девушка вышла замуж за крутого олигарха. У неё есть всё. У неё есть, не знаю, там, деньги, там, машина, классный дом. И вроде бы нет свободы. Так получается противоречие? Обманул я вас? Или не обманул? Так-так-так, поясните. Каким собственным ресурсом? Интеллектом? Почему? Внешностью? Благодаря внешности, как правило, попадают такие клетки. Поразать более выгодно. Вы мыслите логично. Но на самом деле, это, конечно, всё подмена понятий, то, что мы вам показываем тут в клетках. На самом деле, никакого противоречия нет, потому что в данном случае человек фактически не является собственником. Он является распредителем чужой собственности. То есть, если вам удастся, допустим, кому-то всё-таки продать свою внешность выгоднее, в любом случае, не факт, что вы станете собственником всех этих благ. Есть такой грубый, но хороший пример, что лошадь на самом деле не становится собственником сбруи, если на неё одета вот эта дорогая, не знаю, как амуниция. Есть ещё такой вариант, популярный, может быть, среди анархистов, я не знаю, хотя вряд ли среди анархистов. Наслаждаться, скажем, свободой без собственности. То есть, собственность мешает наслаждаться. Возможно, такое вообще, в принципе, или нет? Почему бы и нет? То есть, если у вас все отдыхают там на сервисе, то есть, в России? Вот, если… Да. Норма. Так, да. Насчёт Робинзона Круза интересный пример. Я не знаю, на самом деле, как признать его, признаёт ли он сам себя в данном случае собственником или нет. Ну, тут речь скорее идёт о другом, как раз о обществе. О том, возможно ли быть членом общества, не иметь вообще собственности, наслаждаться свободой. Ну, что? Вот, имея средства, это уже говорит о том, что имея какую-то собственность… Ну, как это, иметь средства и не иметь собственности? Деньги – это тоже собственность. Смысл в том, что на самом деле в современном обществе такой вариант фактически невозможен. Потому что даже если вы будете ходить по дорогам, пользоваться какими-то другими благами цивилизации, вы будете использовать то, что создано другими собственниками. Возможно, на их налоги. Ну, так или иначе, вы будете получать благо, которые созданы с привлечением собственности кого-то другого, третьих лиц. Вы не можете просто так наслаждаться реально современным обществом без собственности, без всего, и при этом не использовать ничью. Да. Вы можете не обладать, но речь идет о том, что, скажем, я имею в виду не иметь собственности не для себя, а, ну, скажем, отказаться от собственности, от понятия собственности вообще в обществе. То есть речь идет о том, что вы лично, да, вы можете отказаться от собственности, но при этом другие для вас должны будут не отказываться. Вот о чем идет речь. Если другие также подойдут, вопрос, откуда возникнет вообще собственность. То есть вы, пользуясь этими благами, ну, должны сначала, чтобы кто-то их создал, в общем, чтобы собственность возникла у них. Милтон Фридман был такой известный товарищ, он утверждал, что свободное общество без частной собственности создать, в принципе, нельзя. Ну, сейчас мы посмотрим, почему тоже. Хотя мы уже, как бы, установили эту связь, ну, дальше будут другие примеры. Ну, вообще, собственность бывает не только индивидуальная, то есть несколько таких простых примеров бывают еще коллективные. Сам распространенный пример, это пример из бизнеса, пример акционерного общества. То есть там не одно лицо является собственником, а группа лиц. Ну, такое возможно, в принципе. Но вот более интересный пример, это все-таки общественная собственность. Это ситуация, когда ресурсы находятся, ну, как бы, не в собственности ни одного лица, ни конкретной группы лиц, а вроде бы собственности всех. В чем интересный данный случай? В чем проблема или, наоборот, преимущество? Принуждите всем. Вот социалистическая идеология базируется на этой идее, что должно быть общественное владение ресурсами. уравнёвка. как вы это понимаете? Ну, когда, допустим, есть человек, который может быть больше цена, больше лиц, в какой-то глинести, он может быть больше, как бы, как бы, как бы, крокодил на картинке. Молко, мудро отдыхать. Да, если не на третий. Хорошо. Так. Замечательно. Об этом я и хочу вам сказать, потому что стимулы на самом деле это такая вещь, которая сидит в нас на каком-то, я не знаю, психологическом, органическом уровне. Я не врач, не психолог. С этой стороны не могу уж очень детально вам утверждать, но, тем не менее, стимулы возникают именно в случае, когда мы являемся собственниками. Когда мы ими не являемся, вроде бы все являются собственниками. Ну, допустим, общественный туалет есть такое понятие. Очень хороший пример. Чем он отличается от другого вида уборной. Остротой запаха, мне кажется, в первую очередь. Ну, извините, если, да, пример групп, но как-то иначе вот не скажешь. То есть, отличается, в первую очередь, сильным таким ветерком. Почему? Потому что нет стимулов за этой собственностью следить должным образом. Есть такой, что там, я тут с презентацией, есть такой очень хороший термин, называется трагедия общины, tragedy of commons. Вот вы слышали такую? куда он у меня сейчас? Сейчас, тут какой-то завис. Вот. То есть, опять она ушла. То есть, это ситуация, на самом деле, когда какой-то ресурс находится в общей собственности. Есть очень хорошие, но у меня проблемы как-то со слайдом. Я вам рекомендую просто забить где-нибудь в гугле и найти хорошее видео. Если вам интересно, я могу вам эту ссылку показать, потому что это видео на английском, оно немножко такое нудноватое, но очень классное. То есть, оно говорит о том, что происходит с самим ресурсом, если на него установлена общественная собственность. Ресурс этот истощается. И там есть очень хороший пример, там, общественный парк, например, или поле. В чем проблема такого поля? Проблема в том, что все имеют к нему доступ. У вас коровы и у других коровы. У всех право, в принципе, пастись на этом поле. Вы не можете ограничить новых участников этого процесса, людей, которые захотят тоже своих животных вывезти на это поле. Результат? Поле будет загажено. То есть, поле станет непригодно, причем для всех, опять-таки. Опять-таки, как вы ограничите доступ? Это общее. Никак. То есть, эта ситуация не имеет как такового разрешения простым путем. Ну, пытаются предложить для разрешения ситуации такие методы, как налоги, то есть, налоговым образом как-то регулировать. Но, по сути, не установив четкие права собственности на какой-то ресурс, он приходит к истощению. Возьмите, ну, элементарный пример. Почему, например, курицы не вымирают? Почему вымирают киты? Потому что о курицах есть кому заботиться, они объекты чьей-то прибыли. Киты, к сожалению, вроде бы защищаются. Есть организации специальные, которые заботятся о природе и так далее. Но, к сожалению, они вымирают. Многие общественные парки приходят иногда в негодность, ну, не в негодность, но в плохом состоянии находятся. Потому что у людей, которые управляют этим, нет стимулов сохранять это. И вот, как говорил известный предприниматель прошлого, дай человеку полное право владеть скалой и он превратит ее в сад. Дай человеку право аренды на сад и он превратит его в пустыню. Ну, на самом деле здесь нет никакого преувеличения. Кто из вас арендует квартиру? Я думаю, в Киеве таких должно быть много. Или комнату. Вы ремонтируете свои помещения за свой счет? Да? То есть делаете ремонт и так далее. Реально. Не такой, как бы я делала дома. Замечательно. Но дома вы сделаете по-любому другой ремонт. Конечно. Отлично. На самом деле разрушение частной собственности это не только проблема как таковых стимулов. Проблема в том, что все равно же людям как-то надо жить. Нужно обеспечить их какими-то продуктами, вещами и так далее. Как происходит сам процесс распределения? Когда есть частная собственность, процесс распределения в основном происходит путем чего? Ну да, самоорганизация и путем обмена торговли и так далее. Когда нету частной собственности как таковой торговли в классическом уже варианте не будет, что будет? будет распределение. Это не будет спекуляция. Что? Что будет все равно это другое. Все равно это значит что-то будет вопреки идее. То есть смотрите, то что в Советском Союзе была торговля это не значит, что социалистическая идея базируется на идее свободной торговли. Это значит, что люди не смогли обойтись без этого и все равно эти отношения сохранялись в том или ином в извращенном виде, в усеченном, но сохранялись. Попытки их отменить не привели ни к чему. Но смысл в том, что добровольный характер распределения ресурсов, причем самоорганизованный, как вы отметили, он должен смениться на принудительный. То есть возникает некое лицо, вождь, партия, это может быть группа лиц, как угодно организовано это общество на основе тоталитарной, какой-то другой идеологии, но кто-то должен принимать эти решения не может быть так, чтобы собственность распределялась сама по какому-то, не знаю, божественному принципу, по принципу автоматизированной системы управления какой-то. Нет. Она будет распределяться по чьему-то решению. Да. Ну, фактически по такому принципу существуют современные демократические общества. Является ли этот пример вашим примером отказа от частной собственности? Вы отдаете на самом деле часть дохода, институт частной собственности сохраняется. Это, кстати, очень распространенный пример про страны Северной Европы. То есть, многие говорят, там социализм, там нет социализма. Там институт частной собственности существует, причем очень силен, то есть, ее права защищены максимально. Но там есть высокий уровень перераспределения через действительно институты государства, то есть, большие налоги и так далее. Но это не вариант отказа от частной собственности. Это вариант скорее, ну, может быть, в какой-то мере ослабления частной собственности, но институт не исчезает. То есть, люди сохраняют собственность, часть ее отдают в пользу государства, ну, может быть, это их выбор. Отказ от частной собственности, это когда вы лишаетесь всех прав на распоряжение собственностью. То есть, это право исключительно уходит к тому же государству. Вам не надо платить налогов, у вас нет имущества и нет дохода как такового платить налоги. Вам все дает государство. Вот это классика в принципе идеи социализма. То есть, справедливое государство распределит все, поможет всем. Насколько оно будет справедливым? Большой вопрос, потому что без насилия как такового оно вообще существовать не может. То есть, какая там может быть добровольность, если кто-то один, партия, лицо будет решать за всех. Эта система, к сожалению, подразумевает жесткое насилие и экономические отношения как таковые заменяются отношениями принуждения, военными отношениями. Собственность в СССР. Очень интересный пример. На самом деле, некоторые люди говорят, а ведь в СССР мы же тоже имели в принципе собственность. Это неправда, что там она была отменена. Некоторые люди говорят, мы имели машину, это же была моя собственность. Они правы или нет, как вы думаете? Они правы абсолютно, потому что было разделено понятие частной собственности и личной как таковой. Опять-таки, за какой-то период вожди пролетариата поняли, что отказаться полностью от отношений собственности невозможно. Это влияет на поведение людей, на их стимулы. Люди не хотят отказаться от всего. Люди хотят иметь свою рубашку, а не общую, которая будет висеть на вешалке и доступна всем. Хотят иметь, ну, может быть, я не знаю, свою машину или свой холодильник, но свой. А вот не так, чтобы для всех все. И возникло разделение двух понятий. Понятие частной собственности как таковой, которое включало собственность на средства производства. Та же машина может быть и частной собственностью и личной. Личной, если вы будете на ней кататься для удовольствия, ездить на работу или на дачу. И она станет собственностью уже такой капиталистической, частной, если вы начнете на ней зарабатывать. То есть, если вещь является, скажем, средством производства, то такая собственность была частной запрещена в Советском Союзе. А вот личная допускалась. И причину, я считаю, надо видеть именно в том, что это психологический механизм. То есть, людям свойственно хотеть иметь собственность. Они хотят заботиться об этой собственности, хотят ее приумножать и не хотят ее со всеми прямо уж поделить. Я вам хочу сейчас показать одно прикольное видео, которое абсолютно ненаучное, но очень интересное. Давайте-ка его в дом заберем. Угу. И маму в дом. Только мамы нам не хватало. А вот интересно, чей он? Как чей? Он наш. А вот и не наш. Корову у нас чья? Государственная. Мы ведь ее на прокат взяли. Значит, и теленок государственный. Шарик, Шарик, помолчи, пожалуйста. Коров государственные, а все, что она дает, молоко или телят, это уже наше. Вот ты, дядя Федор, сам посуди, вот если мы холодильник на прокат берем, он чей? Государственный. Правильно, дядя Федор. А мороз, который он вырабатывает, чей? Мороз наш. Ну, мы его для мороза и берем. Ну, брали-то мы одну корову, а теперь у нас две получилось. Шарик, по квитанции корову рыжая одна. Да? Брали мы ее одну по квитанции и сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности. Ой, не пойму я, чего вы спорите. Ты ж, Матроскин, собирался корову ну совсем покупать. Вот и бери ну совсем с теленком. Я со своей муркой ни за что теперь не расстанусь. Я и так счастлива была. А теперь в два раза счастливее стану, потому что у меня две коровы есть. На самом деле это интересный пример. Мультик советский. Он где-то в 80-е годы сделан, кстати, классный мультик, я считаю. Я не знаю, откуда там эта идея появилась. Идея на самом деле абсолютно не детская. То есть кот и пес спорят о собственности. Они спорят о том, как конкретно понимать вообще. Мы взяли у государства корову. Молоко дают. Молоко наше? Наше. Теленок родился. Чей теленок? Ну, может быть, конечно, в советском кодексе законов было написано четко, чей будет теленок. Но это такой интересный пример, что на самом деле возникает некий тоже конфликт прав собственности. И вообще он показывает такой мультик о том, что, я не знаю, даже для детей, наверное, говорили о том, что собственность классная штука. Ну, то есть, не знаю, или мультипликатор был либералом, или еще какая-то причина. Интересная идея. То есть даже вот через такие вещи она все равно выражается. То есть конфликт этот, он присутствовал, никуда не исчез, и рано или поздно он привел даже к падению этого режима. На самом деле можно сравнить просто несколько стран между собой, каким путем они пошли именно через их отношение к собственности. Ну, опять-таки, картинки тут, может, не увидите, но я вам расскажу, что вот наверху, где написано социализм, это две фотографии города Гавана, столица Кубы коммунистической. Причем на первой фотографии, где такая более-менее какая-то такая подвижная картинка, это Гавана до коммунизма. А вторая это как раз современная Гавана, то есть в 2000 каком-то году. То есть никакого такого рывка в развитии за 50 лет не наблюдается. Ситуация, где есть частная собственность, Гонконг, какие-то там, я не знаю, трущобы или что-то, земля пустая, и вот эти вот огни, современный большой мегаполис. То есть это как раз обратный пример. Одна и та же страна до реального укрепления частной собственности и после. И вторая страна в ситуации, когда были права частной собственности и перешли к другой модели. Есть еще очень интересные два примера исторических, кто вспомнит. Две страны, они такие уникальные. Корея и второй? Нет, ну Сингапур вон там ее показывают. Нет, это не Тайвань. Корея на самом деле классный пример, потому что страна, то есть один и тот же народ, один и тот же менталитет. Можно сказать, о, наш менталитет, украинский менталитет не располагает к владению собственностью. Ну там теория такая. Че это еще там? Ну пожалуйста, один народ, Корея, был разделен искусственно на две экономические системы. В одной экономической системе частная собственность является ключевой, в другой она ну считается запрещена, то есть в Северной Корее. Абсолютно разные результаты. В Южной Корее сейчас люди, ну я не знаю, на каком именно месте она находится там по ВВП на душу населения, но думаю, что где-то в первой двадцатке, может вот Ярослав знает. Ярослав не знает? Южная Корея. Нет, ну по уровню ВВП на душу населения. Ну я говорю в первой двадцатке, то есть страна не бедна, в Северной Корее люди голодают. Я встречался с беженцами Северной Кореи, это очень страшные истории такие, как там люди живут. И второй пример это Германия до восемьдесят девятого года, то есть разделенная тоже на две Германии, один венталитет, одни люди, один народ, один язык, разная система. Одна система базируется на частной собственности, которая называлась ФРГ в то время, и вторая ГДР, социалистическая. Я был в музее такого автомобильного завода, они выпускали машину Трабан, называете. Кто-нибудь слышал про такое чудо? Да? Посмотрите фильм «Гудбай, Ленин», классный фильм, там показана эта машина. Это такой интересный конструкт, больше похож на консерву, но вместительную, то есть можно сесть и управлять ей. Эту консерву производили до фактически конца восьмидесятых годов, то есть это было максимальное достижение автопрома ГДР. В то время, как в ФРГ каждые несколько лет выходили новые модели автомобилей, и я думаю, что любой украинец и сейчас мечтает иметь именно немецкую машину, то есть это простой пример, как две системы добиваются разных результатов. Опять-таки вся речь о стимулах, то есть никто не тратит деньги других людей так же бережно, как свои собственные. Это сказал Милтон Фридман, и это ведет к тому, что мы в принципе хотим видеть результаты своего труда. Частная собственность нам это дает, то есть мы становимся более продуктивны. Мы сегодня вложили деньги, труд, еще что-то, завтра увидели результат, приумножили, снова вложили. Этот процесс для нас приобретает значение, когда у меня нету этих мотивов. Даже если я честен, порядочен, то есть я не аморален, в чем проблема? В том, что я не могу воспользоваться результатом своего труда. Вот как вы сказали, то есть есть два человека, один работает больше, другой меньше. Есть притча или это правдивая история про профессора, который не любил социализм. Слышали такое? То есть история сводится к тому, что профессор не очень любил социалистические идеи. И он предложил ученикам эксперимент. Кто-то среди учеников сказал, вы не правы, профессор, мы знаем лучше. Он сказал, хорошо, давайте так, я буду ваши оценки усреднять и провел эксперимент. То есть когда все написали контрольную на отлично, все получили отлично. Те, кто написали на хорошо, тоже получили отлично. Все были рады. Потом в какой-то момент часть людей поняли, что в принципе зачем так стараться, все все равно получат одинаковые оценки. Давайте мы напишем не очень, отличники напишут все равно хорошо. Отличники тоже так подумали, вот в чем прикол. и все написали не очень, и все получили средние оценки. И так дошло до того, что весь курс получил ужасные оценки в конце. То есть система стимулов сработала на вот этом примере, в этом эксперименте, когда каждый думает, что другое будет работать, а сам для себя оставляет некий запас такой на отдых. А это пример, что происходит с Украиной. Конечно, я не могу вам рассказать длинную историю про это, вам будет скучно и тягостно, но несмотря на 25-летнюю историю независимости и в принципе, ну вроде как признание института частной собственности эффективным, правильным, хорошим, в Украине до сих пор существует больше трех тысяч государственных предприятий. Это очень интересная история, дело в том, что из них в принципе работают, то есть выпускают продукцию, оказывают услуги примерно около половины. Что дает этой экономике? Дает классные вещи, например, убытки. Если взять только 100 крупнейших компаний, вот у меня есть данные за 2014 год, 117 миллиардов гривен. Если сравнить с бюджетными параметрами за тот же период, это четверть доходов. То есть такие убытки приносят господприятия. В 2015 году ситуация улучшилась. Тут есть два мнения. Некоторые говорят, улучшился менеджмент, провели реформы и так далее. Может быть, трудно сказать. Но есть и другое мнение, которое говорит, что в принципе доходы возросли в первую очередь за счет резкого роста тарифов на главных должников. То есть это нафтогаз и так далее. Тарифы для населения, я думаю, вы знаете, платите, выросли резко. За счет этого ситуация в какой-то мере улучшилась. Сейчас долги выглядят не так печально, но тем не менее они есть. Вот тут опять-таки может не очень крупно, но давайте посмотрим. Смотрите, вот это по отраслям все должны. Вот это желтое, это в принципе стоимость активов предприятий в отрасли государственных. То есть это вот нефтегаз. Ну тут большие активы 475 миллиардов и 15 вот это красненькое видите, это долги. Но есть и другие отрасли. Там ситуация похуже. Видите, ситуация в энергосистеме тут фактически 20% от всех активов это долги. В инфраструктуре это треть, даже больше трети. В пищепроме я не знаю, это 75% получается. В химической промышленности это тоже порядка ну я не знаю, три четверти. То есть есть предприятия в которых в принципе 50% стоимости их основных фондов это их долги. Причем у многих долги вообще в валюте. То есть ситуация с девальвацией и так далее это вообще критично для них. Как такие предприятия могут выйти на рентабельность я не знаю. Наверное они не могут на него выйти. К июле 2015 года долги составили 180 миллиардов гривен при общей стоимости активов 984. Но опять таки ситуация неравномерная. то есть есть отрасли в которых за счет роста тарифов и так далее рентабельность выросла. Есть где ситуация гораздо хуже. То есть они больше грубо говоря приносят зла чем вообще что-то делают. на самом на самом деле не всем они приносят зло. Есть абсолютно частный интерес в общественной собственности. То есть я считаю что это отличная кормушка для многих. Во-первых проводить закупки. Даже если вы будете использовать тендерный метод. Если вы будете какие-то процедуры соблюдать. По-любому такая возможность сохранится. и обстроить это все так чтобы контролировать это еще дополнительная сложность. Это размещение средств в каких-то карманных аффилированных банках. То есть вы можете использовать средства государственного предприятия и вливать их в финансовую систему которая с вами будет иметь контакт по этому поводу. Субсидии с бюджетом. Я писал даже отдельную статью на эту тему. Можете когда-нибудь поискать. Какие размеры финансовой помощи госпредприятиям? Это довольно большие деньги. Если их сравнить с бюджетом на некоторые другие вещи то есть было сравнение по-моему на оборону безопасность на такие крутые статьи бюджета субсидий больше чем расходы на безопасность. Это интересно. Что такое субсидия? Это некая помощь предприятиям чтобы они могли существовать. Получается эти предприятия настолько не самостоятельны что их еще надо финансировать. Мало того что они убыточны чтобы они вообще просто не умерли их надо подпитывать. Подпитывайте их вы. Подпитываю их я. Все кто так или иначе платят налоги если вы не совсем дауншифтеры то есть не как бы не вышли из налоговой системы мы это все подпитываем. Я не знаю можно спорить бесконечно о том что можно их менеджмент сделать более эффективным. Сейчас готовят отдельные программы их менеджеров да возможно можно сделать более эффективным но более эффективным чем приватизировать их по-моему невозможно. Более того это будет однозначное решение которое полезно всем. То есть продавать услуги они могут по заниженным ценам своим компаниям это бизнес на самом деле но это бизнес нелегальный это бизнес который делают отдельные лица менеджеры этих предприятий или какие-то другие с ними связанные люди бизнес это на наших ресурсах строится то есть ресурсы державы потребляются для того чтобы этот бизнес продолжался а предприятия при этом убыточные предприятия при этом несут потери ближе к концу своего выступления я хотел бы опять такую не экономическую категорию затронуть собственность и мораль то есть на самом деле конечно собственность это никакая не моральная категория это другое скорее правовая категория экономическая но связь с моральным поведением все-таки есть потому что вы обладаете собственностью другие люди обладают собственностью как сделать так чтобы вы не причиняли друг другу вреда хотите вы потерять свою собственность нет как сделать так чтобы вы ее не потеряли что Всех вооружить. Это, кстати, неплохой вариант. И в этом случае, опять-таки, что должно еще присутствовать? Общественное понятие, да. Иногда слово «понятие» употребляется в плохом значении, как воровское такое. Ну, понятие в данном случае мы имеем в виду некий вид морального поведения по отношению к другим людям. То есть вы не будете вести себя так брутально по отношению к другим, если вы знаете, что и к вам потом может быть ответ. То есть не хотите терять свою собственность, вы заинтересованы, чтобы все были в каких-то рамках. Фактически это стимулирование такого морального поведения. Вы можете не быть человеком, не знаю, внутренне глубоко таким чистым, как ангел. Но вести внешне себя будете почти как ангел, потому что в противном случае вы тоже будете рисковать, потерять. Поэтому индивидуальная собственность, она как бы дает ограничения для свободы. Но это на нашу пользу. Это некий вариант сотрудничества. То есть мы добровольно отказываемся от некоторых действий, чтобы к нам потом тоже не было насилия. И фактически это такое, скажем, опосредованное принуждение. Не государство нас принуждает, а система наших отношений, наша заинтересованность сохранить свою собственность, приумножить богатство, сама нас принуждает к такому адекватному, скажем, поведению. Можно сказать, моральному. Еще я хотел бы отметить, что собственность на самом деле воспитывает гражданина. Она воспитывает не просто человеческий организм или существо, или там еще что-то. Она воспитывает гражданина, человека, который занимает свое место в обществе. И очень интересные примеры – это примеры революций. Какие революции на самом деле привели к большему прогрессу в обществах? Это были революции собственников. То есть это были революции, не бунты, скажем, черни, условно говоря, маргиналов. Это были такие претензии, высказанные собственниками. Самые яркие примеры – это вот великая хартия вольности. Вы знаете, что это, о чем это, когда это? Да, не понтуйся, грубо говоря, давай мы тоже будем жить как-то по-человечески. То есть в хартии это было как-то изложено. Это не было просто, ну, я не знаю, движение какое-то. Причем это была мирная революция, и фактически это была именно революция. То есть это был очень такой серьезный рывок в обществе, в английском, британском, как правильнее сказать, после которого пошел прогресс. Еще интересный пример – это американская революция. Это революция не рабов против рабоводельцев. Это революция богатых людей против других богатых людей, грубо говоря. То есть это революция людей, которые захотели обрести больше прав и больше четкости в этих правах, законности, какие-то, я не знаю, рамки нормальные, приемные для своей жизни. Это пример американской революции. Французская революция – двойственный пример. Пока эта революция была революцией буржуазии, она была движением к некой свободе. Когда это стала революцией таких масс, это стала революцией кровавого террора. И в принципе, я думаю, что и в Украине тоже собственность является очень ключевым понятием для создания вот этого критической массы, скажем, людей, которые способны к изменениям. Потому что есть очень много людей, возможно, ширых, патриотов, которые говорят «я за Украину, я готов там умереть, сделать многое». Но очень хотелось бы, чтобы это были люди, у которых есть что терять тоже. То есть люди, которым есть что терять, они предлагают более здравые, адекватные вещи. Не хотелось бы увидеть, кстати, третью революцию. И в заключение я хочу сказать, что в принципе большинство вопросов, которые возникают в обществе, собственники взаимодействия друг с другом могут решить гораздо более эффективнее, чем большинство государственных институтов. Потому что у них к этому есть стимулы, мотивы. Это сам по себе и есть институт собственности. То есть он создает такие возможности. Вопрос такой к вам в конце. Зачем тогда государству? Хороший ответ. Это вопрос, конечно, уже идейный, идеологический. Тут анархокапиталист ответит вам незачем, оно нам не нужно. Кто-то другой, ну, я, например, больше склоняюсь к либерализму такого ограниченного государства, к минорхизму. Там, да, есть другой вариант, что государство, оно обеспечивает правопорядок. Некие рамки просто поведения, чтобы люди не могли нарушать права той же собственности, права на жизнь других индивидов. К этому и сводится роль государства, к построению в основном институтов и к равному, свободному допуску всех граждан к этим институтам. На этом все. Большое спасибо. Может быть, у вас есть вопросы? Я передам, я не жадный. Так, я говорю, что это вопрос идеологии. Тобто, я поддерживаю такую точку зору, что государство должно существовать. И нехай она только будет обмежена. Тобто, не будет, ну, я не знаю, очень больших податков. Не будет в ней возможности все контролировать и, ну, быть такой, тоталитарной. Но только для правопорядка. Так. То, что вы говорите, согласно Ротборду, нет защитного механизма. Это такой долгий вопрос, есть куча на него интересных ответов. Есть такая идея о конкурирующих правительствах. То есть в одной стране существует не одно правительство, а некая конкуренция правительств, которые создают вот именно вот эти предпосылки для контроля. Есть ответ такой, что может само государство поменять свою модель. То есть оно перестает быть, ну, в классическом понимании государством, становится некой ассоциацией. У меня нет готового ответа на эти вопросы. То есть согласен в одном, Мюррей Ротборд был прав. То есть опасность, риск существует. Тот ответ, который предлагает анархокапитализм, мне тоже не кажется идеальным. Я вижу в нем тоже риски и опасности. Но есть вот такие теории в плане конкурирующих правительств. Я не помню, как называется книга, очень интересная. И, наконец, вот подход такой, как ассоциации. Недавно, кстати, была презентация книги «План Б для украинцев». Кто-нибудь из вас присутствовал? Там вот, да, там были частично высказаны идеи такого вот подхода о том, что демократия тоже способствует, ну, скажем, не очень способствует позитивным изменениям и должны быть какие-то другие политические пути для взаимодействия людей. Может быть, это из той же плоскости. Ну, какая разница, допустим, вот как ассоциация неких государств, чем она будет отличаться от большого количества, допустим, корпораций, частных корпораций? То есть, по сути... Я не хочу, да, это тогда, давайте. Контрольная территория. Корпорация же находится в разных территориях. Ну, смотрите. Это не моя идея. Я никакого отношения к ее авторам не имею. Я просто говорю, что такая идея существует. Ну, как-то переформатировать идею государства. Вообще, откуда государство возникло? Из некой потребности получать совместные блага. Я в такой потребности вижу, ну, не знаю, только три вещи. Это оборона, безопасность и правопорядок. Больше ничего. Сейчас туда отнесли кучу вещей. Там, медицина, пенсионная система и так далее. Вот это должно, мне кажется, отмереть. Иначе будет проблема. Корпорации... Ну, корпорации такие же, как бы, игроки в этой ситуации. То есть, будут представлены корпорациями эти интересы, индивидуумы. Какая разница? Я не совсем понял. Ну, а как сейчас происходит, в принципе? То есть, все же не будут, ну, смотрите, не будут же корпорации, скажем, реализовывать какие-то особые права. То есть... Не, ну, вот я и говорю, о чем вопрос? То есть, в чем конфликт? Да, да. А в чем проблема? Ну, опять-таки. Хорошо. Ну, у корпорации нету отдельных каких-то особых прав. То есть, если люди, опять-таки, которые представляют корпорацию, собственники, правильно, корпорации, то же право их голоса, например, оно такое же, как у других. Если вы имеете в виду, что, собственно, задаете им больше возможностей, чтобы как-то реализовать себя, об этом речь или о чем? Ну, а в чем эта конкуренция должна проявляться вообще? Ну, если, например, есть система вот этих прав, то есть, смотрите, в чем ваши права? Это, ну, доступ к каким-то возможностям, то есть, это там голосование, например. Как может корпорация ограничить ваше право голоса? Ну, то есть, смотрите, я вот не понимаю, как можно эту проблему, во-первых, решить. То есть, устранить корпорации, потом корпорации сами между собой конкурируют. Корпорации, во-первых, это не какие-то, ну, не знаю, божественные существа, это тоже индивиды, правильно? То есть, кто-то обладает этими ресурсами, кто-то нет. Кто-то в большей степени, кто-то меньше. Ну, и в чем проблема? Скажите, пожалуйста. В Украине уже много проблем. Ну, видносно. Пять наибольших важных проблем. Добре. Ну, можно и стосовно экономики, потому что, да, ну, так, не стосовно морали, не стосовно деяких других вещей, там, философии, религии. Якщо стосовно экономики, это державная властность на многое предприятия. Ну, как я тут зазначил, это три тысячи предприятий, это одна из самых важных проблем. Потом, это проблема самих прав властности. Тобто, права властности, они очень брутально порушуются в Украине. Очень брутально. Это другая проблема. Третя проблема, это нечетко выяснение, и потом, очень большие податки. Я думаю, что их очень много, этих податков, я не знаю, сколько там, два десятка податков, и они нечетко выяснені. Только вот в этом году социальный податок, он сейчас, сколько становится там, 22%, 22%. А був там, я не знаю, включно до 49%. Это жах, так неможливо. Тобто, это податки також. Потім, это переразподел вот этих денег через бюджет іншими засобами. Тобто, субсидии, надание разных пильг. Ну, это распорожение просто денег. Это четыре фактора. Еще пятый, який? Ну, пятый, мабуть, это правовый фактор. Тобто, скажем так, в многих випадках не визначено просто, как человек может использоваться своими правами на властность, на другие вещи. Ну, мабуть, так. Вас задовольняет? Нормально? Дякую. Что? Час прошел? Ну, доброе. Ну, если модератор каже, то нужно... Спасибо всем. Живаю вам всем иметь побольше собственности. В собственности такая-то автология. Никогда ее просто так не потерять. Преумножить и встретить когда-то свое будущее в счастливом обществе. Свободном. Спасибо.